Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев представил депутатам законодательного собрания отчет о результатах деятельности правительства в 2018 году. В своем выступлении глава региона обозначил ключевые задачи в работе областного правительства, которые задают тренды на перспективу, формируют необходимую базу для прорывного развития региона, реализации приоритетных проектов программы пятилетка развития Свердловской области. Евгений Куйвышев отметил, что в Свердловской области сформированы управленческие команды, обладающие необходимыми компетенциями и ресурсами, чтобы успешно реализовать новый майский указ президента, программу пятилетка развития и взаимоувязанная с ними муниципальная программа. Губернатор подчеркнул, что указ президента Российской Федерации номер 204 дает ключевой ориентир – улучшение качества жизни людей, достижение понятных и ощутимых для каждого человека результатов. В числе достижений региона и в рабочем порядке решающихся задач Евгений Куйвышев отдельно остановился на вопросе, который для артемовцев на данный момент является, пожалуй, наиболее обсуждаемым. С 1 января этого года Свердловская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Регион тщательно готовился к этой реформе, была разработана нормативно-правовая база, утверждены региональная программа и территориальная схема, определены региональные операторы по обращению с ТКО, установлены зоны их ответственности. Конечно, один из наиболее чувствительных для людей вопросов – это тарифы на услуги региональных операторов. Мы держим этот вопрос на постоянном контроле, мониторим обоснованность тарифов. В марте этого года, в соответствии с решением, принятым правительством Российской Федерации о снижении ставок платы за негативное воздействие на окружающуюся среду, тарифы Свердловской области были соответствующим образом скорректированы». Губернатор также напомнил, что в ближайшее время в крупнейших городах региона планируется построить экотехнопарки, которые будут заниматься комплексной утилизацией и глубокой переработкой бытовых отходов. Ну а пока артемовцы ждут результатов коррекции тарифов, которая пройдет по результатам нынешнего года, местному руководству следует с особым вниманием отнестись к сбору данных, которые объективно отражают то количество мусора, которое реально производит население муниципалитета. Именно они лягут в основу решений региональных властей и поэтому должны полностью соответствовать действительности.